В этом выпуске программы «Прогноз на неделю» мы рассмотрим ключевые публикации из США, Англии и Австралии. Своим мнением о влиянии этих публикаций на рынке поделится Стивен Иннес с компанией Oanda. Стивен, спасибо, что согласились пообщаться с нами. Спасибо за приглашение, Селест. Итак, начнем с Великобритании. Во вторник выводят данные об уровне инфляции за август. В июле эти данные не соответствовали ожиданиям. Как вы считаете, данные за август также будут разочаровывающими? И как вы считаете, окажут ли эти данные влияние на решение Центрального банка Англии по поводу процентных ставок на этой неделе? Интересно, что мы с вами говорим об уровне инфляции в Англии, в то время как низкий курс фунта и является причиной таких цифр. Давайте вспомним предыдущее заседание Комитета по монетарной политике. Тогда Банк Англии прогнозировал показатель инфляции на уровне в 3%. Но с тех пор курс фунта значительно понизился по отношению к доллару и ещё больше по отношению к евро. Потому мы считаем, что уровень инфляции может и в будущем разочаровать рынки, так как курс фунта всё ещё довольно низкий. И учитывая, что показатель инфляции не соответствует целевому уровню Банка Англии, многие считают, что регулятор может озвучить более жёсткие комментарии. Но давайте будем реалистами. Мы не рассчитываем увидеть какое-либо изменение процентных ставок или монетарной политики в целом. На данном этапе мы прогнозируем нейтральную позицию регулятора. И на наш взгляд, это очень благоприятная ситуация в контексте Центрального банка. Учитывая, что при этом мы наблюдаем повышенные политические риски в США и геополитические риски в других регионах. Также не стоит забывать о неуверенности, которая окружает Брексит. Всё это не располагает к повышению процентных ставок. Тем не менее, трейдеры будут пристально следить за голосованием членов Комитета по монетарной политике Банка Англии. Также стоит обратить внимание на заявления представителей банка и на то, какие выражения они будут использовать. Мне кажется, всё это окажет влияние на изменение курса фунта после окончания заседания Центрального банка. На этой неделе также выйдут данные об уровне инфляции в США. Что вы ожидаете увидеть? Какие позиции стоит выбирать трейдерам по американскому доллару? Это будет очень интересная публикация, так как она однозначно привлечёт внимание рынков. И она также будет играть ключевую роль для прогноза по поводу будущей политики Центробанка. На мой взгляд, сейчас складываются довольно сложные торговые условия, учитывая геополитические риски и неуверенность, которая появилась не только благодаря политическому курсу Вашингтона, но и из-за ураганов Ирмы и Харви, которые оказали разрушительное влияние на юго-запад США. И это может стать причиной для приостановки курса Федерального резерва. Но, тем не менее, если посмотреть на мировой индекс инфляции, можно отметить, что мы наблюдаем постепенное увеличение уровня инфляции. В особенности это касается ценные ресурсы. И рост ценных ресурсов в Китае играет в этом не самую последнюю роль. Мы полагаем, что это может оказать небольшое восходящее давление на уровень инфляции в США. К сожалению, мы считаем, что текущий показатель будет максимальным для уровня инфляции в США в этом году. Кроме того, мы считаем, что курс доллара по-прежнему будет находиться под влиянием мягких комментариев Центробанка. Поэтому я думаю, что курс доллара продолжит понижаться до конца 2017 года. Перейдём к южному полушарию и поговорим об Австралии. Вскоре будут опубликованы данные об уровне безработицы с учётом сезонных факторов. В июле уровень безработицы составил 5,6%. И такая цифра совпала с ожиданиями участников рынка. Ожидается, что в августе уровень безработицы также составит 5,6%. Как вы считаете, реальные цифры совпадут с прогнозами? И насколько важны эти данные, учитывая уровень занятости на неполный рабочий день? Вы знаете, показатель безработицы в Австралии был довольно положительным в этом году. И это даже немного удивительно. Мы считаем, что цифра в 5,6% сохранится в августе. Возможно, она немного повысится до уровня в 5,7%, если вообще повысится. Но, на мой взгляд, ключевой момент этой публикации заключается в показателе заработных плат, а именно в индексе зарплат. Центральный банк Австралии ранее концентрировал своё внимание на уровне инфляции, собственно, как и большинство центробанков в других странах. Мы считаем, что годовой рост зарплат в размере 1,9% – это минимальная цифра, которую мы видели в Австралии за последние 20 лет. И это серьёзная проблема для Центрального банка. В итоге мы имеем неплохие показатели безработицы, но при этом очень низкий уровень инфляции. Это говорит о наличии системных проблем в экономике. Причём это касается не только Австралии, но и всего мира. Возвращаясь к вашему вопросу о неполной занятости, мне кажется, эта информация будет иметь значение для рынков, и они обязательно обратят на неё внимание. Стоит отметить, что австралийцы продолжают искать работу, но при этом большинство новых вакансий появляется в сфере услуг, где заработная плата довольно низкая, а занятость может быть только частичной. Хотя ситуация на рынке труда в целом выглядит положительно, количество неиспользуемой рабочей силы, скорее всего, больше, чем показывает уровень безработицы. И нам стоит помнить об этом, когда мы говорим о данных рынка труда Австралии. Стивен, спасибо, что поделились с нами ваше мнение по этому поводу. Спасибо за приглашение. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас ещё множество интересных программ. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok